И что у нас мозг будет другой, который приемлем и для нас, и для нашей пасты, и для нашего народа, и мы рады принимать участие в нем. Поэтому с нашей стороны никаких провокаций не было. Один из прихожан, который приходит часто сюда, сказал, точнее сказал это той стороне. Вот вы говорите о том, что вот это, так сказать, расход такой. Ведь на самом деле, вы создаёте эти провокации. Почему? Потому что вы призываете людей не ходить в монастырь. Поэтому, мне те стерпения, те стерпения, священный совет, мы никого не призывали не ходить в храмы Сухомо-Песурской епархии. Тем более, что я, как вы помните, говорю о том, что никакого участия, захвата каких-то храмов, которые принадлежат этой епархии, не будет. То есть, с нашей стороны, мы никаких провокационных шагов и действий не предпринимаем. Поэтому, с верхней стороны, всё время идут призывы, и вот последние, вагирующие подобные призывы и провокации, это тоже. Когда тебе ставят мультиматум в течение суток, вот, я последнее завершаю. Если вы не покинете, то они не едят. Нет, это не указано. Это, наверное, будет следующий момент. Я хотел бы, знаете, ещё пояснить то, что, вы знаете, как бы, подобного рода документы, когда издаются, безусловно, или это просто такое, знаете, как бы, запугать, да? Ведь вы поймите, что указ из Майкопа, я более чем уверен, он спровоцирован отсюда. Почему? Потому что не был найден инструмент, с помощью которого можно было бы решить вопрос с нами. Пытались через власть, через кого-то, через прессы, и так далее. Тогда они решили, что сделать? Ведь этот указ и этот указ из Царя Союза имеет такую крамотную мысль, там, внутри, скрытую, и не совсем, допустим, внятную для простого человека. Она заключается в чём? Если мы принимаем указы в своём запрете и говорим, хорошо, что делаем, и будем ему год служить, да? Они уже, видите, как здесь сказали. Значит, а кто будет совершать священное действие, таинство крещения, потому что афонский на церковь ближе, монасты в Абхазии, да, сюда тысячи соотечественных наших приходят, они хотят здесь принимать крещение, здесь участвуют в благослужении. Не служа, не они будут служить, не отец Андрей, в качестве священника, да, тогда они поставят вопрос, а значит, вы не выполняете своих обязанностей. Значит, вам нужно прислать других людей. Другими словами, готовить почву даже для возврата того же имени Ефрема и Иноградова. Потому что они там находятся, держат монастырь, но не служат и не совершают таинственное крещение. Вот это у них не получится. Ну, пожалуйста. То есть, вот поясните, сейчас вы великий какой церкви? Вы знаете, мы, да, значит, вопрос состоит так, да? Мы велики, заштатные велики русской православной церкви. Точно так же, как вот из списка 19 человек, здесь в клинике русской церкви, все, за исключением отца Виссариона, отца Павла Харченко и отца Петра Самсонова, то есть это два чек, которые до войны были бы так. Все остальные, то есть другими словами, 16 человек, вот здесь указанных, да, это клиники русской церкви, выведенные за штат точно так же, как и мы, и несящие свое служение на территории Абхазии. Почему мы, нас запрещает священнослужение, да, а их нельзя запретить? Потому что, с одной стороны, почему я спрашиваю? Потому что с точки зрения русской церкви, которая нас запрещает, это территория, да июнь, грузинской православной церкви. Да, понимаете, поэтому они, я называю, выподписываются под документом, который называется Абхазская православная церковь, независимая, а они ушли из состава русской церкви. Они были приняты в состав Абхазской церкви. И как русская церковь, начальство вот этих всех священнослужителей, допустило так, что не катоническая Абхазская православная церковь, во главе социальной церкви, потому что не существует в мире церковь во главе Сирии, да? Никем не призна, но вот их не клиники участвуют во всем этом. Ведь если бы эти клиники были бы на нашем месте, либо с нами, они тоже были бы по церкви. Другими словами, мы находимся на территории Абхазии, здесь именно потому, что мы получали образование в московских духовных штурмах, насколько полагали, не для России, а для Абхазии. И когда это делалось, люди, которые это делают, прекрасно понимают, что они нарушают каноны, посылая нас в Абхазию. Но они понимают, что надо получить Абхазскую морду. Только когда наши действия Сталим не нужны, в том смысле, что стали мы самообразовываться, да? Самоорганизовываться, Сталим говорит о том, что, вы знаете, вот все-таки уже этот этап мы прошли, мы немного выросли. Это сейчас не три тысячи человек было после войны. Сейчас духовенство больше стало, храмов больше. Нужно самоорганизации, то есть появление церковного института. Вот здесь уже стал вопрос, и последовало запрещение. Поэтому модели Русской Православной Церкви, находящиеся на территории Абхазии, выведены за штат, в смысле, мы не числимся ни в одной епархии Русской Православной Церкви, в том числе и в Майкопской. Потому что у нас есть указ с опустительной грамотой. Поэтому мы не вышли, еще раз повторяю, состав Русской Православной Церкви пока. Потому что мы вновь, значит, обращаемся. Я не знаю, насколько вам вопрос, но все-таки глава государства ушел как-то из жизни, неожиданно, стежно, да? И выборы тоже немного носят такой, ну, травмный характер в том плане, что только он. И учитывая вот нашу ментальность, да, даже как-то неудобно в Абхазии вот сейчас какую-то развороту заводить. Некрасиво же. Будете ли вы все-таки вести разговор с властью, потому что понятно, что власть поддерживает Виссариона? Он с их, как бы, подачи, как я понимаю, присылает такие письма. Нельзя ли прекратить этот разговор хотя бы на некоторое время? Ну, я думаю, это очень справедливый вопрос. Тем более, что 40 дней, не знаю. И священнослужитель, как никто другой должен об этом знать, потому что еще недавно мы видели одного человека у гроба, президента, являвшего в Москве. И прошло слишком мало времени, чтобы вообще поднимать эти вопросы и эти проблемы. И вы правы в том, что, к великому сожалению, вот этот вопрос наш церковный, он вышел за антицерковный вопрос. Почему? Потому что все совпало с чем, с предстоящей предвыборной компанией избирательной, правильно? Вот. Нужно себе сейчас дополнительно выносить вот такую суету, понимаете, вообще в этот вопрос. И обострять ситуацию путем мультимации, вот так же анталитического. По сути дела, это фактический шантаж. Вот. В течение суток, когда говорится, что ты что-то должна сделать, на самом деле, это очень нехорошая, можно сказать, мысль. Вот. Особенно, когда читаешь, вот я, первый, обратил внимание даты 9 июня, про себя подумал, хорошо, что не 9 января 1905 года. Знаете, как это все было. Не хотелось бы говорить. И, конечно, есть такие совпадения. Вот Абхазская православная церковь, они подписываются под этим документом, но вместе с тем обращаются к епископу Майковскому. Так какое отношение имеет вообще? И к лире, который мне принадлежит к русской православной церкви, по сути дела, он ссылается на документ за подписью, там, скажем, Майковского епископа. Я еще хочу сказать, потому что мы не знаем, это мнение российского патриарха. Ибо мы здесь не случайно говорим, что, видимо, будет подана какая-то апелляция, что церковный суд, чтобы они рассматривали эту проблему. Но я считаю вообще некорректным даже, не будем даже брать само письмо. Вот здесь говорилось о том, что нужно знать менталитет немножко Кавказа, понимаете? А дату, вы опиливали, тоже на дату, 26 мая, то есть в день независимости Грузии подписывает Майковский епископ вот это письмо. Мы это называем сборищем церковное народное собрание Кавказской, которое собралось здесь и решало 15 мая эту проблему. Вот это, конечно, все настораживает. Зверь, как это цепит. Непонятно, куда оно может привезти. Во всяком случае, нужно было подождать какой-то период, объявить мораторию. И поскольку это выходит все же за рамки чисто церковного вопроса и осложняет в общем общественную политическую обстановку в стране, конечно, глава государства, наверное, исполняющие обязанности, они должны как-то выскататься по этому поводу. В том смысле, чтобы не было никаких осложнений, призвать к спокойствию, объявить какой-то мораторию, наверное, на какие-то вещи. Потому что так невозможно будет провести выборы в спокойной обстановке, взвешенной. Тем более, что церковь, в общем, сама по себе не должна ввязываться в политические грязки. Вот здесь так получается, что это вот навязывается. Вот такая серьезная проблема. И есть, наверное, силы, которые могут воспользоваться этим тоже не исключено. Как-то внутри, так и вне, наверное, Абхазии. И нужно быть крайне осторожным, я думаю, в этом вопросе. Тем более, что в данном случае наши священники они неоднократно шли на уступки, шли на там парадисты, даже вынуждены были фактически уезжать из Абхазии. Тем более, с тем, верить о русской церкви, в чем проблема? Говорить, что это национализм, ну тогда возьмите Абхазского священника, которым принадлежит русская православная церковь, служит в Афонском монастыре, является монахом. Назначьте этого человека, настоятельного этого монастыря. Зачем же тогда кого-то привозить и обвинять, потом кого-то в национализм.